Вопрос 109. На какие средства вы приобрели свой молитвенный дом и почему туда не все могут прийти? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге для Слова Божия не туз подробно с опубликованием документов показано, как этот дом дал нам Господь Бог. Не за деньги, а по великой своей милости. Я 11 лет судился за то, чтобы мне вернули незаконно отобранную у меня фонотеку, созданную мной при советской власти, оцененную в 11 миллиардов рублей. Это в 1997 году. И наконец я этот процесс выиграл. Правда не на всю стоимость, а только на одну двухсотую часть. Но и этих денег у властей не было, а нам негде было молиться. И я предложил рассчитаться недвижимостью. В этом особую помощь оказал нам прокурор Края Пороскун и мэр города Баварин и его советник Овчинников. В счет покошения долга мне отдали два дома на Ползунова 6 и 6А. Телефон 24 38 46 35 32 42. Наша община состоит из сознательно пришедших к вере, и у нас на здании нет купола, надписи. Эти здания жилые. Вы же в квартиру к себе всех не приглашаете? Когда мы узнаем человека ближе, и он пожелает прийти, тогда мы разрешаем. Мы на богослужении раздеваемся, оставляем в трапезной свои вещи, сумки, и у нас нет воровства. Если же будут посторонние люди заходить с копом, то ситуацию под контролем не удержать. Зачем нам лишние люди? Обратиться к Богу они не смогут здесь, потому что у нас богослужение на церковно-славянском языке. Другое дело, если бы апостольское служение, тогда и посторонние могли бы остаться здесь. Пока богослужение на непонятном языке, нужно закрыться и никого не пускать из посторонних. Им делать там нечего, они не обращены ко Христу и будут просто глазеть, как в театре, и слушать бесплатное пение. А кое-кто просто шарится по чужим карманам. Нам это не нужно. Тот и fear. А кое-кто просто богослужение. Поехали. Если можно дать, то, с укрытия в前 Toney Jineril dáלי тебе свой nom Spencer, так и если мне плана на книгу, то долларов в передdiaho есть шар-кто. А чем это одного , поэтому заб Kosке пробитый один. А мы не разные.